Добрый день! Нева, Санкт-Петербург. Отличный летний вечерок. Июнь. 21 июня 2008 года. Именно сегодня, через несколько минут, здесь, около Петропавловской крепости, стоит официальное открытие 8-го чемпионата мира по воздухоплаванию. Это первый чемпионат мира, который будет проводиться в России. Мы будем находиться здесь целую неделю и всю неделю будем рассказывать вам о том, что и как здесь происходит. Санкцию на проведение чемпионата мира по воздухоплавательному спорту в дисциплине тепловые дирижабли Россия получила в марте 2007 года на очередной сессии Международной авиационной федерации ФАИ в Люксембурге. Идея получила активную поддержку администрации Санкт-Петербурга, а 9 июня 2008 года мероприятие поддержали на уровне правительства. Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в Санкт-Петербурге 8-го ФАИ чемпионата мира по воздухоплавательному спорту. Открытие получилось очень красочным, несмотря на то, что погодные условия не позволили осуществить запланированные полеты и продемонстрировать всю воздушную флотилию. На следующий день, как водится, на смену празднику пришли будни. Начались они с пресс-конференции, посвященной первому дню полетов в рамках чемпионата. Мало кто из присутствующих подозревал, что природа приготовилась внести коррективы в регламент соревнований. Вот этот странный чулок или носок – это самый главный судья любого чемпионата по воздухоплаванию. Он показывает силу ветра. Дирижабли уже стоят, они уже готовы к тому, чтобы стартовать, но, как говорят, слишком сильный ветер. И тут, ого, вывесили черный флаг. Полетов, похоже, сегодня не будет. В этом году значительно более ветрено, чем мы ожидали. И у нас ожидаются грозы со стороны Финского залива, что делает ветер еще более сильным. Мы занимаемся тем, что ждем, когда ветер все-таки стихнет, гроза пройдет, и, возможно, у нас будет время для полетов через два часа. Забегая вперед, должен сказать, что ждать у поля погоды на этих соревнованиях приходилось чаще, чем летать. Попробуйте представить себе состояние членов команд, которые настроились на полет, но вынуждены напряженно вглядываться в небо. После анализа состояния атмосферы было принято соревновательные полеты на сегодняшний вечер закрыть. Дана установка пилотам, желающим совершить тренировочный полет, облет отчасти после длинной дороги. До 11 часов можно выполнить полет в качестве тренировочного полета. Погода смело стивилась над участниками, но ненадолго. То есть летать можно, но только до наступления темноты. А темнота наступает стремительно, так что о полноценных соревнованиях и речи быть не может. Только ознакомительные полеты, да и то на свой страх и риск. Все-таки странные люди эти воздухоплаватели. 6 часов утра, 23 июня. Они решили, что самое лучшее время для того, чтобы полетать. Я слышал, что именно после того, как поднимается солнце и перед тем, как оно опускается, самое тихое, самое безветренное время. Поймать погоду дело совсем непростое. В такие моменты начинаешь жалеть, что люди не умеют клонировать себя. Хотя бы ненадолго. 5.30 утра шары самых ярких расцветок и причудливых форм украсили небо Питера. Экипажи стартовали с трех площадок в центре города. И этим же утром состоялся первый соревновательный полет дирижаблей в Туторе парке за городом. На эти полеты мы попасть не смогли, о чем впоследствии пожалели. Да, не очень-то получается у нас видеодневник соревнований. Да и о чем рассказывают, когда погода уже который день стоит нелетная. Напряжение накапливается как среди участников, так и среди организаторов чемпионата. Нам очень не повезло с погодой в этот раз. Я бывал на брифингах, касающихся погоды в этом районе раньше. Тогда погода была намного лучше, и чтобы признать этот чемпионат состоявшимся официально, нам нужно совершить еще один полет как минимум. И мы надеемся совершить его сегодня вечером или завтра утром. Будет очень обидно, если, несмотря на все старания, чемпионат будет признан несостоявшимся. Столько сил было положено на его подготовку и организацию, начиная с генеральной репетиции, которая прошла год назад в Питере. Мы можем сравнивать количество пилотов и дирижаблей в этом году. Их гораздо больше. Также можно сравнить погоду, которая в этом году хуже. У нас интернациональная команда в этом году, что вызывает языковые проблемы. Мы тратим больше времени на подготовку, но тем не менее это не очень мешает нам. Организация летной работы, я считаю, хорошая, потому что нас, в общем, берегут, не дают в плохую погоду стартов. И за это, в общем, организаторам спасибо. А то, знаешь, с одной стороны, конечно, хочется летать, с другой стороны, хочется летать целыми и аппараты сохранить целыми. Потому что они не дешевые, у многих аппараты коммерческие. Им на них работать, убить здесь на соревнованиях дирижабля, а потом сколько станет ремонт, это тоже вопрос. Одна из целей, если мы почитаем правила соревнований, одна из целей соревнований – это укрепление дружбы между воздухоплательными, пилотами из всех стран. Эта цель уже, можно сказать, достигнута, дружба укреплена. Как вы все видели, мы вместе смотрим футбол, вместе болеем, там вместе отдыхаем. Очень много технического опыта друг у друга перенимаем. Если вы заметите, каждые команды ходят к другим дирижаблям, и они смотрят, кто-то спрашивает что-то, где-то у кого как баллон сделан, как, допустим, винт, как горелка. Это все тонкости очень важные. Очень странные получаются соревнования. Сегодня уже шестой день, но по полной программе никто еще не отлетал. Все смотрят с надеждой на этот красный флаг, ждут, когда он изменит свой цвет хотя бы на желтый. Но, похоже, сегодня опять может не получиться. Идет дождевой фронт. Я впервые участвую в подобных соревнованиях такого уровня. Это 8-й чемпионат мира. И я считаю, что мне повезло, довелось стать его участником. Я как пилот-новичок, пилот-дирижабля-новичок, получил лицензию всего месяц назад. И дирижабль тоже у нас новенький. В Питер достаточно удобно нам приезжать, москвичам. У нас московская команда Николай Галкин и Леонид Тюхтяев. Погода тут немножко нам подкачала. И реально был только один соревновательный полет. И то в самый первый день соревнований после этого погоды не было. И несмотря на то, что сейчас вот мой друг лидирует, Николай Галкин, на первом месте, все сейчас молятся о том, пилоты, чтобы был еще один полет. Потому что в правилах соревнований предусмотрено минимум два соревновательных полета, чтобы чемпионат считался состоятельностью. Очень мне нравится, что здесь на чемпионате нашим присутствуют такие патриархи и гранды мирового духоплавания, конечно, как Дон Камерон, Жан-Клод Вебер. Наши друзья, ну я не могу его другом своим назвать, но вижу я его не первый раз в течение последнего десятилетия. И, конечно, и Бристоле, и там, Шато-Де, и так далее. Вот эти люди, они, ну как бы, освещают своим присутствием такой высокий ранг вот этого чемпионата, что это уже не между собой, и так действительно приятно, что участвуют бывшие чемпионы мира, опять же, что это, получается, действительно состоявшийся чемпионат с точки зрения спортивной борьбы. Ваши пилоты достаточно опытные, у них много летных часов и мастерства. И, как можем видеть в таблице результатов, одно из первых мест занимает сейчас именно русский пилот. Вот то, что называется момент истины. Смотрите, и колдун показывает не сильную силу ветра, а флаг зеленый, то есть нужно надувать. Опять не перепутать цвета, оказывается, при зеленом надувают, а при желтом взлетают. И тут же все кинулись, хорошая погода, чемпионат должен состояться. Будем смотреть и ждать. И здесь воздухоплаватели не похожи на других. Во всем мире желтый цвет – жди, зеленый – пошел. Тут же все наоборот. У нас сегодня два упражнения. Один – это рейс по пилонам. Значит, у нас два пилона, и надо их обогнать два раза в круг и выйти через ворота. Измеряется время, и самый лучший результат получает. Тот, кто первый выходит, тот, получается, лучше результат примерно как в формуле 1. Вторая задача – это две цели, две мишени. Они поставлены четыре, но каждый пилот собирает себе по одном и может выбрать, чтобы не было очереди, чтобы не было пробок на крестах. Так что каждая возможность выбрать – один из двух. И там есть крест и бычий глаз. Каждый пилот сбросит маркер на один из этих целей, окончая задачу на сегодня. В Санкт-Петербурге, я думаю, что не становится темно, потому что белые ночи. Но у нас возможность летать по соглашению с авиационными властями до 12 часов. Ну, слава богу, похоже, с небесной канцелярией договориться удалось. Начинаются соревновательные полеты. И в том, и в другом задании основная задача – как можно более точно поразить мишени. Задача эта непростая из-за достаточно сильного ветра. Можете себе представить, какая огромная парусность у этих левиафанов. Так что пилоты вынуждены демонстрировать все свое мастерство и максимально использовать ресурс дирижабли. Летательные аппараты, на которых соревнуются сегодня, намного быстрее и модернизированнее, чем те, что были раньше. Двигатели австрийского производства, двухцилиндровый, четырехтактный. И так свершилось. Восьмой чемпионат мира по воздухоплавательному спорту в дисциплине тепловой дирижабли и вторая всемирная воздухоплавательная пиеста «Поднимись над облаками» состоялись. Хотелось бы отметить, что за два года подготовительной работы отвлеклось, вернее, много государственных и других органов откликнулись и начали активно помогать. Огромное спасибо, безусловно, Владимиру Владимировичу Путину, который выпустил распоряжение, без которого невозможно было бы организовать полеты над Санкт-Петербургом. Ну и, безусловно, все остальные службы, я не буду их перечислять, включая и международную спортивную организацию по авиационным видам спорта, но и самих спортсменов, потому что предыдущий чемпионат мира проводился лет восемь назад. То есть надо отдать должное, что люди поверили в Россию, поехали сюда, что россияне верят в спортсменов, а спортсмены верят в Россию. И слава богу, что, я считаю, собрались здесь, и мы проводим этот чемпионат мира. 27 июня. Теперь абсолютно точно можно сказать, что чемпионат мира по воздухоплаванию состоялся. Сегодня с утра жители Санкт-Петербурга решили порадовать спецформами, вернее специальными шарами со спецформами. Кто-то летать в состоянии, кто-то уже нет. Ну а нам с вами остается ждать официального закрытия. Разрешите всех поздравить с тем, что мы выполнили большую задачу, большая работа предшествовала организации такого масштабного мероприятия, как восьмой ФАИ чемпионат мира по воздухоплавательному спорту среди тепловых дирижаблей. Я хотел бы отметить, что организацией этого столь масштабного международного мероприятия была действительно проделана большая работа, которую мы вели на протяжении года, проводя различные этапы подготовки, как в России, так и за рубежом. Мы выезжали и выезжали с представителями вашего телеканала на самые крупные мероприятия, которые показывали вам, дорогие телезрители. Вы видели всю нашу подготовку, и вот сегодня мы с радостью с вами наблюдаем на небо Санкт-Петербурга, над которым так желанно уже на протяжении большого количества лет не поднималось такое красочное количество воздушных шаров и дирижаблей. Мне искренне хочется выразить свою благодарность всем тем, кто оказал нам помощь и содействие. Это правительство Российской Федерации, правительство города Санкт-Петербург. Отдельно поблагодарить благотворительный фонд Светланы Журовой из «Порта достоинства», который оказал огромное содействие во всех переговорах, связанных с получением всех согласований, разрешений, потому что полеты, прежде всего, это колоссальная ответственность. Полеты над Питером – это, бесспорно, большая ответственность, но и какая невероятная красота. Согласитесь, далеко не каждый день можно увидеть небо Северной столицы таким нарядным. Уже определены победители, и первое место, к сожалению, заняли наши коллеги из Швейцарии. Второе место нам удалось завоевать, и была удостоена серебряной медали команда России. Ну и бронзовые медали получили команда Германии. Играет музыка Германии Играет музыка Германия Германия Продолжение следует...